Умное лицо это еще не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица. Я почему-то всегда был уверен, что фильм, тот самый Мюнхгаузен, это детская сказка. Скорее всего, я пришел к такому выводу из-за серии мультфильмов про знаменитого барона, который очень любил в детстве. Я, барон Мюнхгаузен, тысячи раз попадал в безвыходное положение, но мое поразительное мужество и невероятная находчивость всегда выручали меня. Но, посмотрев наконец-ки на картину, я пришел к очевидному выводу. Трагикомедия Марка Захарова – это не детская сказка. Да что там говорить, я более чем уверен, что некоторые взрослые вряд ли оценят ее по достоинству. Надеюсь, вы не скучали здесь, пастор? Нет, я показывал господину пастору папирус. Тот, который тебе подарил сафок? Да, тот самый. Господи, куда же я попал? Вы попали в прекрасный дом. Здесь весело. Сценарий к фильму написал Григорий Горин, взяв за основу каноничные произведения Рудольфа Эриха Распе. Но от оригинала мало что осталось на самом деле. Барон Мюнхгаузен, которого непередаваемо сыграл Олег Янковский, это уже наш, советский барон, со своей жизненной философией и взглядом на мир. Милая моя, в нашем распоряжении с лишней секунды, а мы их не учитываем. За год эти секунды складываются в минуты, за столетие в часы. И вот, дорогие мои, за время существования нашего города нам натикало лишний день. 32 мая. Все, все. Марк Захаров умудрился снять уникальную кинокартину. Ведь в ней непостижимым образом сочетается непередаваемая грусть и безудержное веселье. Ну а тонкий, очень своеобразный юмор, выраженный в словесных каламбурах, просто завораживает. Пару раз во время просмотра фильма я ловил себя на мысли, что хочу записать особо понравившиеся мне шутки, чтобы позже поразмышлять над ними отдельно. Раз. Лишний день весны никому не нужен, забудем о нем. В такой день трудно жить, но легко умирать. Актерский состав выше всяких похвал. Да и сам фильм снимали в Германии, чтобы сохранить аутентичность происходящего. Ну а музыкальную партию, написанную Алексеем Рыбниковым, сразу же узнает любой, кто родился и вырос в Советском Союзе. Мы с породом так делаем, мы с породом так делаем. Тот самый Мюнхгаузен – доброе, душевное и веселое кино, которое несет в себе такой заряд позитива, что, пересматривая его, у меня словно вырастали крылья. Чрезвычайно рекомендую к просмотру. Барон Мюнхгаузен славен не тем, что летал и налетал, а тем, что не врет. А что вы думаете об этой трагикомедии? Поделитесь своими мыслями в комментариях. Ну а я, в свою очередь, ненавязчиво напоминаю про лайк, который подскажет мне, что я двигаюсь в правильном направлении. Не забывайте подписываться на канал, ведь я планирую и дальше радовать вас отличными обзорами. С вами был Павел, журнал «Советское кино». Смотрите хорошие фильмы. Продолжение следует...